Лапундер Тасик с самого утра нервничает больше обычного. До подведения итогов голосования название символа года осталось совсем чуть-чуть. Неудивительно, что Тасик замирает от каждого звука. А вот его главные конкуренты – обезьяны Саймири, даже в этот день настроены агрессивно. Не зря этих кандидатов прозвали мертвыми головами. Между сворой Саймири и Тасиком постоянно разгораются скандалы. Между собой они, может быть, немножко конфликтовали. То есть пытались показать, что я, главные, кричали друг к другу. Тем более, что вот у них вольеры находятся друг напротив друга. Ну, у них бывает, конечно, друг к другу через стекло. Они звуки издают, пытаются им морды корчить. Но они берут тем, что их много. А вот этот кандидат Гибон Харви – артист и спортсмен. Поет, танцует, занимается гимнастикой. Несмотря на уже немолодой возраст, держит себя в отличной форме. В ведении предвыборной кампании Харви ориентируется на первых лиц края. Дело в том, что свою предвыборную кампанию он вел следующим образом. Он пел песни. Он не приглашал эстрадных артистов, он сам пел песни. А вот Тихон и Анфиса заметно приуныли. В самом начале голосования шимпанзе лидировали. Но через некоторое время начали сдавать позиции. В этом году им вряд ли удастся взойти на пьедестал, даже несмотря на поддержку красноярцев. Но даже такому достойному претенденту не удалось вырвать победу из рук Тасика. Он вцепился в нее зубами и лапами. Секрет успеха Лапундера, его спокойствие и рассудительность, говорят в избирательной комиссии. Интеллигентный Тасик даже питается, как аристократ. На завтрак яйца, творог и непременно газета. В Красноярск приехал из Петербурга 10 лет назад. Когда читает статьи про капремонт, удивляется, почему парадные именуют подъездами. Тасик у нас очень такой серьезный мужчина. Он будет хорошим руководителем, добрым и справедливым. Поэтому я думаю, что если год будет такой же, как Тасик наш, то все у нас у всех будет хорошо. Уверенный в себе мужчина и символ года. Я думаю, обезьяна, она же хитрая. Я думаю, она поведет за собой все это стадо. На втором месте взбудораженные Саймири мертвым головам с трудом удается смириться с поражением. А вот на третьем месте белорукий гиббон. Он, в отличие от своих конкурентов, не унывает. Тем более в обезьяннике сегодня весело. Сегодня у всех кандидатов в голосование праздничный банкет. И даже обычно очень серьезный интеллигентный лампундер Тасик позволил себе немного расслабиться. И, так сказать, отметить свою победу. Но уже завтра Тасик придет в себя и возьмет бразды правления в свои опытные лапы.